А всем привет, чуваки, с вами снова Лёха, и сегодня видео, где я не буду рисовать. А знаете почему? Потому что у меня немного горит жопа. Лёха, в чём же причина твоего горения, спросите вы? А я вам отвечу, Вайлдберрис. Да, это не реклама Вайлдберриса, потому что тут я буду очень плохо о них говорить. Потому что ребята в последнее время чё-то немножечко, как бы так сказать, зазнались. Подписчики моего инстаграма и тиктока знают, что Лёша собирают фигурки. Вот тут пайпоп, но в основном я заказываю фанка. А коллекционер фанка знает, что коробка фанка это достаточно ценная часть самой фигурки. И внешний вид этой коробки, как бы, ну, должен быть соответствующий ей. В основном я заказываю фигурки либо с Азона, либо с Вайлдберриса. И знаете что? Сейчас вы можете увидеть кадры, как я забираю фигурку на Азоне. Она запакована в шикарную коробку. Всё чётко, коробка в идеале, всё красиво, всё прекрасно, боже ж ты мой. А теперь давайте посмотрим, что у меня приезжает с Вайлдберриса в 90% случаев. И знаете, я бы на самом деле мог смириться с тем, что коробка просто помятая. Но вчера мне приехал вот этот Минато. И на самой коробке, не на пластике, на самом картоне нарисовано маркером какие-то буковки, которые кто-то написал на складе. Вопрос. Зачем? Я отдаю вот за фигурку полтора косаря. Полтора косаря за коллекционную фигурку. Она мне приезжает мало того, что без дополнительной упаковки, так ещё и маркером разрисованная. Блять, это что такое вообще, чуваки? Вы гоните? И я даже промолчу о том, что читая отзывы на данном сайте, люди, которые заказывали себе, допустим, наушники, ну, те же AirPods'ы, что обычные, что прошки, просто в отзывах творится дичь о том, что людям приходят палёные наушники. Вайлдберрис, палёные наушники. Человек тратит 20 косарей, и ему приезжает жалкая китайская копия тысячи за две, за три. Вы серьёзно? Вы позиционируете себя как крутой сервис, который может привезти вам что угодно? Да нет, не что угодно. Вы либо это довезёте, в хер пойми каком состоянии, либо это будет вообще что-то палёное, что как бы, ну, не очень-то уж и круто. А как бы сам пользуюсь данным сервисом не первый год, но вот вчерашний мой заказ был, мне кажется, последним, потому что больше я этого не хочу. Спасибо, я лучше буду заказывать с того же Озона, либо вообще с других магазинов, чтобы люди, отправляющие мне посылку, понимали, что они делают, и понимали, что они отправляют, а не просто какую-то коробку, в которой можно играть в футбол, можно кидаться и, блядь, в людей. Я не знаю, что вы делаете с посылками, серьёзно. Я не был у вас на складах, я не вижу, что вы там с ними делаете. Просто, ребят, извините, спасибо, но больше я к вам не обращусь. Да, может, я и ноунейм, и это звучит чсвшно, что я такой вот весь из себя, больше к вам не обращусь. Нет, ребят, просто если я хочу получить качественный товар, я должен получить этот качественный товар, а не коробку, которую пинали 80 тысяч раз, пока она ко мне ехала. Поэтому, ребят, ссори за этот ролик, ссори за бомбёж. С вами был Лёха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, продвигайте этот ролик. Может быть, Валберис всё-таки заметит и одумается, то, что можно доставлять нормально и упаковывать посылки хотя бы в пакеты. Хотя бы в пакеты. Я уже не говорю про коробки, пупырку или что-либо. Хотя бы в пакеты. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok